С 29 октября хоккеисты Динамо Алтай отправились в дальнее путешествие. Первая остановка была у тульского АКМ. Там гости разобрались с хозяевами 7-3. Далее по булитам белоголубые одержали победу над воскресенским химиком. В третьем поединке барнаульцы встречали с Рязанью ВДВ 4-2. Вновь победа за алтайской дружиной. И в заключительном матче выездной серии Динамо Алтай взял верх над торпедо Горький 3-2. Была проделана ежедневная кропотливая работа. Результат к нам пришел. Очень непростой матч. Но я думаю на выезде простых матчей бывает. Да и вообще простых матчей не бывает. Команда поверила в себя. Выстояли в меньшинстве в непростой ситуации. Забили нужные голы. Дотерпели и одержали победу. Динамовцы поднялись с 27-й на 16-ю строку турнирной таблицы. К слову, барнаульцы все еще немного штормит. До этого клуба было 8 поражений подряд. А уже сейчас наоборот. 6 матчей Динамо Алтай не проигрывает. Неужели тренерский штаб нашел секрет успеха? Секрет в каждом из нас. Что-то у нас закрыто. На что-то мы способны каждый. Мы не знаем на что. Поэтому наша задача тренеров не навредить и раскрыть те качества в ребятах хорошие, которые приводили к победам. На всероссийском турнире по боксу памяти академика Бардина две медали завоевали спортсмены из Алтайского края. Турнир проходил в Череповце и собрал более 100 боксеров из 30 регионов России. Среди участников были и воспитанники Алтайского ринга из города Бийска. Оба боксера дошли до финала, но результат был разным. Анатолий Усманов вышел победителем против спортсмена из Санкт-Петербурга. А Алексей Терентьев по решениям судейской бригады завоевал серебряную медаль. Дмитрий Дроздов. День с толком.